Итоги уходящего понедельника подбудут наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. На старте студенчества в вузах начался прием документов. БМТУ планирует принять на новых 48 специальностей. Сколько всего бюджетных мест? Смерть в дыму, на пожаре в Бавруйске погибли три человека. Вы представляете, о каком я была шоке? Что привело к трагедии? Тренд на экологичность. В городе прошел конкурс молодежных инициатив. Начал я обучаться сначала в программировании, потом программированию по играм. Как это было? А также на контроле прокуратуры, подготовка к жатве и сделано в Беларуси. Магазины получили стимулы продавать отечественные товары, от чего зависит величина вознаграждения. Работа на перспективу. Президент принял с докладом генерального прокурора. Александр Лукашенко и Андрей Швед подробно обсудили вопросы более широкого освещения темы геноцида белорусского народа, особенно среди молодежи. На повестке также целесообразны создание системы военных прокуроров и их более тесного взаимодействия с силовыми структурами. Встает вопрос о контроле прокурорского надзора за ситуацией в вооруженных силах, за соблюдением законов и так далее. На каком уровне мы сегодня находимся, предложений масса поступает, в том числе и создание какой-то системы военных прокуроров. Я говорю, какой-то системы, потому что речь не идет о возврате к той советской практике. Но какие-то элементы должны быть. Знаю, что точек зрения много, вы, наверное, тоже знаете. Я хотел бы знать вашу позицию, чем она обоснована, я ее знаю, но чем вы мотивируете эту позицию? То, что нам надо усиливать контроль за соблюдением законодательства среди военных, это факт. Я уже об этом говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время. Поэтому армия есть армия, а надо видеть, нас же погоны носят, начиная от МЧС, МВД, комитет госбезопасности и так далее. Везде глаз прокурора должен быть. Глава государства также акцентировал внимание на роли Генеральной прокуратуры по надзору и выявлению негативных фактов в сферах экономической деятельности, таких как сельское хозяйство и промышленность. За каждое нарушение президент спросит. На выходных в Бобруйский районе погибли сразу четыре человека. На проспекте строителей причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. В деталях ЧП, где отец спас девятилетнего сына ценой собственной жизни, еще разбираются специалисты. С подробностями Ольга Васенда. В субботу утром жительница многоэтажки по проспекту строителей проснулась от сильного запаха гари. Вышла на балкон и ужаснулась. С соседней квартиры валили клубы дыма. Галина Денисеевич вызвала МЧС и побежала к погорельцам. Зрелище, говорит, не для слабонервных. Вы представляете, в каком я была шоке? Я выскакиваю, еще тут ни запаха, ни дыма, ничего не было. Все это было внутри. И я открыла эту дверь, она была открыта. И там такое было, слава богу, что не было огня. Дальше все как в тумане. Бдительную соседку огнеборцы вывели на свежий воздух. В самой квартире спасатели обнаружили тела трех человек. 59-летнего хозяина и женщин 45 и 66 лет. Известно, что накануне компания выпивала. Предварительной причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета в ходе проверки. В этот же день трагедия случилась в Кличевском районе. Загорелся дом, который семья из Бобруйска использовала как дачу. На момент пожара внутри находились хозяин и его 9-летний сын. Как позже рассказал ребенок, отец эвакуировал его через окно на улицу, сам пошел через веранду. Однако сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни. Мальчика доставили в больницу с ушибами и ссадинами. МЧС напоминает, берегите детей от травматизма и пожаров. Создайте все условия безопасного времяпрепровождения, когда ваш ребенок один дома. Оградите от открытого огня, спичек, зажигалок. И напоминайте своему ребенку о правильных действиях в случае пожара. С начала года в Бобруйской районе произошло 94 пожара. Погибли 11 человек. В масштабах страны зафиксировано свыше 3000 ЧП и более 280 смертей. Статистика пугает, ведь это не просто цифры, а жизни людей. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Вступление во взрослую жизнь в стране стартовала приемная кампания «Высшее учебное заведение». Абитуриентам при себе необходимо иметь результаты двух Ц, одного централизованного тестирования, аттестат и характеристику. Выпускники прошлых лет должны предоставить сертификаты трех ЦТ и документ об образовании. Прием проходит ежедневно с 9 до 18 часов. До 25 июля на бюджетные места, до 9 августа на платные. Вступительные испытания пройдут с 26 по 2. Все специальности новые, поскольку введением нового классификатора, естественно, произошла перекодировка. И БНТУ планирует принять на новых 48 специальностей. На бюджетные места зачисление будет проходить по 4 августа, на платные – по 11. Всего в этом году 49 учреждений высшего образования планируют принять более 52 тысяч абитуриентов, 28 тысяч на обучение за счет средств бюджета. Годовая инфляция, финишная прямая и прежняя ставка. Беларусам начали выставлять счета на уплату транспортного налога за 2022. Какой дедлайн? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси годовая инфляция в июне составила 2,9%. Экономика перестроилась на новые рельсы. Производители занимают свободные после ухода западных компаний ниши. Государство предпринимает меры для нивелирования внешнего давления. Население практически не ощутило на себе санкций. В полном объеме выполняются все социальные гарантии. Хозяйство Беларуси готовится к массовой жатве. Для уборочной в июле-августе аграриям понадобится 213 тысяч тонн топлива. 80 из них по распоряжению президента выделены из материальных резервов. Остальное реализуют сельхозпредприятиям по сниженным ценам. К слову, на один комбайн приходится примерно 320 гектаров. Беларусам начали выставлять счета на уплату транспортного налога за 2022. Дедлайн 15 ноября. Ставка осталась прежней. Извещения будут приходить плательщикам до 1 сентября по почте. Льготы доступны ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Сборник коснется обладателей электромобилей, а также транспорта, выпущенного до 1992. У отечественной розницы появилась мотивация продавать больше белорусских товаров. Торговые организации смогут получить так называемые стимулирующие выплаты в случае поставки на внутренний рынок продукции наших производителей, а также зарубежной, но только непродовольственной. Величина вознаграждения будет зависеть от объема продаж. Беларусь готова принимать гостей вторых игр стран СНГ. Форум пройдет с 4 по 14 августа в 11 городах. В 20 видах спорта разыграют свыше 1600 медалей. В церемонии открытия на Минской арене специально к соревнованиям выпустили карты гостя. Они позволят участникам и зрителям получить скидки в музеях, гостиницах, магазинах и ресторанах. Знойное лето. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Местами воздух прогрелся до плюс 33. В такую погоду медики рекомендуют меньше находиться на улице. Пребывание на солнце безопасно до 10 утра и после 5 вечера. Стоит помнить и о защите кожи, для чего рекомендуется использовать специальные кремы. Из рациона лучше исключить жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища, овощи, фрукты, рыба, курица и холодные супы. Людям с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Носите свободную светлую одежду из натуральных тканей. На солнце обязательно головной убор. Пейте побольше жидкости, не дожидаясь, пока почувствуете жажду. Объем жидкости не менее 2,5 литров в день. Горячая пора в эти дни и у спасателей. За этот год в стране утонули свыше 170 человек. С началом купального сезона печальная статистика обновляется практически каждые выходные. Только за эти вода унесла 5 жизней. В Абруйске разрешено купаться на пляже в центре города, в Приберезинском микрорайоне, около здравницы имени Ленина и Сокшинник. Вижу, могу, делаю. В Абруйске прошел конкурс молодежных инициатив. Победителем стал 16-летний учащийся 3-го курса индустриально-строительного колледжа. Никита Землянский разработал проект «Экоигра. Чистый бобр». Это приложение для смартфонов, в котором будут квесты, награды и другие функции. Например, разделы про сортировку мусора или интерактивная карта пункта приема в Торс РИА. Начал я обучаться сначала в программировании, потом в программировании по играм и вообще по телефону. А сейчас я обучаюсь сам лично по программированию игр. Всего в городском конкурсе приняли участие 17 человек. Это учащийся школ и колледжей среди проектов «Экоодежда», примеры обустройства парков для молодежного отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!